Магомед Абдул-Рагимович Друзья, ежедневно к врачу-онкологу в Республиканский онкологический центр обращается порядка 40 пациентов. Из них около 15 пациентов это пациенты с заболеванием мочевого пузыря. Из этих 15 пациентов порядка 40 пациентов это первичные пациенты. В связи с чем еженедельная нагрузка на стационар по первичным образованиям и первичным оперативным мешательствам это порядка 5 операций еженедельно. В результате выполняется все виды хирургического лечения рака мочевого пузыря. Это и органоносящие операции, выполняемые лапароскопически. А теперь касательно, учитывая, что такой огромный пациентопоток, мы приняли решение идти в стезе персонализации, более персонализированного, более качественного подхода к лечению этих пациентов и оценке их возможностей рецидивирования этого заболевания. Так как каждый из нас, я думаю, практикующий урок знает, что рецидив даже при первой стадии порядка 30-40% является, к сожалению, нормой. Угубившись в литературу, я не буду сильно заострять внимание на этом, потому что там безумное количество данных, в большинстве они именно патоморфологические. И именно в совокупности и комплексной работе с патоморфологией мы проводили эту работу. Мы приведем данные, которые уже есть на сегодняшний день, и проанализируем именно оценку. Касательно непосредственно актуальности, я думаю, каждый из вас прекрасно для себя понимает, что мир не стоит на месте, что прогрессируют и многое-техимические методы исследования, что технологии развиваются, но, безусловно, они являются дорогостоящими. Поэтому из этого большого набора непосредственных маркеров мы решили определить самые важные, не только по нашему точке зрения, но и на основании данных мировой литературы. Например, в исследовании Рыбова от 2019 года была выбрана серия 147 мышечно-неинвазивных случаев ракомочевого пузыря. Опухоли были разделены на 4 подгруппы в зависимости от наличия экспрессии CK20 и CK5. Магнон-макофакторный анализ определил люминальный фенотип как предиктор более агрессивных новообразований с более высокой вероятностью рецидива. Таким образом, авторы предполагают, что мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря следует разделять на биологические и клинические разные подгруппы с помощью и многих истохимического анализа и вести их в дальнейшем по-разному в связи с различными рисками рецидива. Если говорить немножечко обобщенно, я понимаю, что все мы немножечко устали, то примерно к таким же выводам пришли многие авторы многих исследований как в Америке, так и в Европе. Обращает на себя внимание эта серия работ по экспрессии переносчика глюкозы, которая значительно повышает повышенность у пациентов с раком мочевого пузыря. По мнению авторов, именно экспрессия переносчика глюкозы может быть вспомогательным средством для прогнозирования и оценки выживаемости у пациентов с опухолем мочевого пузыря и с конкретными клиническими и морфологическими характеристиками. В ретроспективной работе японских авторов оценивали корреляцию между рецидивным мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря и экспрессией МРНК андрогенного рецептора. Многофакторный анализ показал, что женский пол, размер опухоли больше 3 см и низкая экспрессия МРНК андрогенного рецептора были независимыми предикторами низкой безрецидивной выживаемости. Катгерин А2 является катгерином типа 2 и, как сообщается, функционирует в качестве онкогена при различных раковых заболеваниях. Катгерин имеет более высокий уровень экспрессии в тканях мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, чем в мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, что согласуется с данными как на уровне МРНК, так и на уровне БИОК. То есть, тем самым, если мы можем определить этот катгерин, то мы можем понять, что риск прогрессирования из мышечно-неинвазивного в мышечно-инвазивный более высока. В настоящее время существует ряд оценочных систем для прогнозирования лечения мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Так, с целью определения тактики лечения и наблюдения за пациентами и ОРТС была разработана система оценки рисков рецидивирования и прогрессирования. Данная система оценки основана на клинико-морфологических параметрах опухоли. Теперь касательно данного нашего исследования, это совместное исследование с главным патоморфологом Москвы на базе Республиканского онкологического центра, 31-й клинической больнице и института патоморфологии. В нашем исследовании вошли 200 пациентов с мышценно-неинвазивным раком мочевого пузыря, которым в урологическом отделе была выполнена трансуртеральная резекция опухоли мочевого пузыря с последующей внутрипузырной химиотерапией. Из них 139 мужчин, 61 женщина в возрасте от 32 до 94 лет. Средний возраст 69 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия рецидива заболевания. Внутри каждой группы сравнивались пол, возраст пациентов, размеры опухолевого поражения, число злокачественных фокусов, степень дифференцировки опухоли, как при первичном, так и при повторном обращении. В группе с рецидивным течением учитывалось время, через которое наступил рецидив. Всем пациентам была выполнена повторная трансуртеральная биопсия с последующим морфологическим исследованием биопсированных фрагментов по стандартной методике. Методами, которыми мы пользовались и на сегодняшний день пользуемся. Клинический метод – это, естественно, сбор анамнеза, жалобы, осмотр пациентов, клинические биохимические анализы крови, общий анализ мочи, неинвазивные трансабдомиальные утлозуковые исследования, рентгенография грудной клетки, сенсиграфия скелетом, компьютерная томография, магниторезонансная томография, инвазивная тецископия и трансуртеральная биопсия. Хочется отметить, что у нас на сегодняшний день отсутствует возможность выполнения оси синтеграфии скелета, поэтому в нашем Республиканском онкологическом центре выполняется МСКТ органов грудной клетки, органов брюшной полости с контрастным выделением и МРТ органов малого таза также с контрастным. Патомрофологический метод включал в себя исследование биопсийного и операционного материалов окраски гематоксилина язином и многистохимический метод – это исследование маркеров пролиферативной активности опухолевой клетки КИ-67, ПИ-63, супрессор опухолевого роста ПИ-53, стокератиновый профиль СК-20. И, безусловно, после этого все было выполнено статистическим методом исследования. По полученным данным, если все обобщить, то мы приходим практически к таким же выводам, но, безусловно, данные исследования будут продолжаться и более персонализированный подход будет в нашем отделении и в нашей больнице будет увеличиваться и сужаться каждому пациенту. И, подводя итоги, можно сказать, что если есть повышение экспрессии КИ-67 у пациентов с мышечно-неинвазивным раком больше 10, то риск наступления при степени дифференцировки опухоли G3, риск рецидива, порядка 70%. И, в конце, резюмируя все, что я выше сказал, для чего, в принципе, это все делается, к чему мы стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы на ранней стадии понимать риск возможного рецидива рака мочевого пузыря и тем самым сохранять качество жизни пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, молодец, оперативно выручили нас. Вопросы у кого возникли, коллеги? В отношении остеосинографии при мышечно-неинвазивном он не входит, по-моему, в стандарт. Что? Изотопное исследование костей, которое, да, его и не надо проводить, да, да, и не нужно его, да. Вы дальше? Да, да. Ну, скажите, пожалуйста, эти маркеры, они давно известны. А как во твоих комплексе по одному, как? В комплексе, безусловно. Ну и какое предпочтение тому, другому, если один больше, другой меньше, как это? Вот мы провели исследование вышеописанных маркеров и определили, что есть, ну, учитывая, что это большая финансовая нагрузка на учреждения, мы определили, что лучше всего смотреть именно КИИ-67. Понятно. количество клеточного деления в одном поле на стекле, то есть количество метозов в одном поле на стекле, а всего на стекле 16 полей. Да, от 8 до 16 полей, если не используется контрольная группа, получается, это тоже как бы немножко относительные параметры, потому что мы о нем много говорим при раке молочной железы, да, как о факторе благоприятного прогноза. Но, к сожалению, это зависит, зависит очень будет от биопсии, тур, качества и откуда ты взял этот забороматериал, мне кажется, относительно такой параметр. Но HER2 экспрессию мы на него... Ну, на него, естественно, мы больше ориентируемся, да, то есть, а киш-сеттем у нас уже не имеет. И не всегда коррелируют с G1, G3, то есть относительно патологанат мы вначале выводили такие характеристики, что если у нас Нина Андреевна Горбань, она вот из Общества Председателей Онкологов, ученица Франка, она первое время говорила нам тоже при раке молочной железы, что если G3 и Ки-67 низкий, то это неправильно определенный маркер, да, то есть такого быть не может. Но потом, в дальнейшем, она свое мнение изменила, что это тоже относительный параметр. Спасибо. Спасибо. Так, есть ли вопросов нет? Дальше идем. Спасибо. 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 Спасибо.